Привет, мои творческие! Меня зовут Наталья, и сегодня наш мастер-класс на тему правополушарное рисование. Все очень просто. У нас есть правое, у нас есть левое полушарие. Каждый отвечает за свое. Одну за логику, другое за творчество. И чтобы у нас все было в балансе, нам необходимо поддерживать и дружить их между собой. Для этого мы, собственно говоря, сегодня будем работать в необычной технике. Для этого нам понадобится альбомный вид. Если у вас есть лист поплотнее, акварельной бумаги, будет тоже здорово. Но если таковой не имеется, берем тот инструмент, который под рукой. Мы берем еще скотч, строительный скотч в моем случае. Чтобы скотч можно было потом легко и безболезненно отлепить от бумаги, мы его сначала налепляем на поверхность, любую. То есть даем возможность снять максимально липкий слой. Берем бумагу и прикрепляем ее, отступая по 1-1,5 см с края к нашему планшету, на котором мы будем рисовать. Можно резать, можно просто отрывать, не замораживаясь, он легко отрывается. Закрепляем вторую сторону. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, для того, чтобы у нас появился такой автоматический... Автоматически появилась такая рамочка для нашей будущей работы. И второе, мы убираем ограничения. Ограничения в нашей голове, значит, ограничения в работе. Можно на себя надпеть. Тоже не сместа быть. Или на какой-то скатерти, на которой вы работаете. У меня скатерти сюда застегнут стол. Потому что мебель... Жалко, если мы угрохаем. Ну, все. Теперь не сверх. Начнем рисовать, вы поймете, зачем эта штука сдалась. Дело в том, что и дети, и взрослые одинаково могут быть такими отстраненными от этой затеи порисовать. С детьми реже, но со взрослыми чаще. Как арт-терапевт, сказка-терапевт, скажу, что это происходит, от чего это происходит. Просто. Мы выслушали какую-то критику в нашу сторону. Или нам поставили табу. Здесь можно, здесь нельзя. Здесь надо только так, а не так больше. Все, и в нашей голове стал барьер. Что, почему, зачем я буду делать так, с какими-то ограничениями. А дети не любят ограничения, они любят свободу. Вот. И мы будем эту свободу оживлять. Берем самую простую кисточку. Прямо сейчас про то, какие кисточки будут, не заморачиваемся. Пусть они будут разные, какие есть, такими будем рисовать. Нам нужна емкость для воды, желательно для детей непроливайка, чтобы как бы они там не болтыхали, вода никуда не делась, ничего не прокинулась. Мы идем в белую гуашь. Если у вас акрил, пусть будет акрил. Белую гуашь. Ставим вот такие вот пятна по всей бумаге. Добавляем водичку тоже, не жалеем. И тут же начинаем потихоньку размазывать эту гуашь по всей воде, по всей воде, по всему листочку. Вот прям легко, свободно, просто. Мы сейчас не тормозим на краях. Нам не нужно там думать, что тут очень аккуратно, надо выводить что-то там. Да, как разукрашки дети рисуют. Им они прям... Тут другая тема преследуется, когда разукрашивают, когда там какие-то детали точечные. Сейчас тема свободы, тема возможностей. Поэтому вот здесь мы сейчас перекрыли наш лист белым цветом. Вот. Краски не жалеем. Для белой краски используем желательно белую кисть. Ну, в смысле-таки кисть только для белой, и не пользуемся другой. Ну, так стараются все художники. Вот сейчас у нас их не получится. У нас дети будут с вами. Дети. А дети это... Они в голове или в заграничении. Поэтому какая разница? Надо долго объяснять, зачем это все надо. Теперь я беру желтую краску и ставлю желтые пятна по всему листу. Хаотично, вообще не задумываясь, что я сейчас делаю и куда эти пятнышки сядут. Достаю зеленый цвет. Мне очень нравится в этом случае такая гуашь простая, которая скреплена между собой цветами. Никакие банки не падают, нигде их искать не надо. Это тут же крыл, тут же используешь. Все, зеленый цвет поставили. Видно, да, у меня такая плоскость. Смочили. И вот так снизу вверх. От начала до конца. Мы прокрашиваем. Все делаем быстро. Это одно из первых условий, которые важно объяснить детям, когда мы приступаем к правополушарному рисованию. Мы все будем делать сами быстро. Не надо оставлять им время думать. Это не про думать, это не про слушать, а потом делать. Это про то, чтобы сразу брать и делать. Вот вы показываете детям, и они тут же за вами повторяют. Не тратим ни минуты. Вот. Смотрите, ровно там. Не знаю, ровно, неровно. 15 секунд мне хватило, чтобы сделать фон для моего рисунка. У меня бумага немного свернулась, потому что это альбомная. По сути, она должна быть поплотнее. Там грамм 200, как для акварели. И тогда будет вообще все идеально. Фон я приготовила. Для того, чтобы на этом фоне дальше выполнить работу, мы можем оставить его высыхать, а там просто убрать стороночку, как мы, в принципе, сейчас и поступим. Потому что я вела заранее планшет вот такой вот подъемный. Я его убираю, пускай она высыхает. Беру следом на другую бумагу. Чистую. И давайте я возьму все-таки ту работу, изначально, которую я хотела. Мы ее также прикрепляем. Опа, готово. Вообще, после такой работы любой взрослый захочет продолжать историю про рисование, захочет вернуться в детстве и наконец-то снова рисовать. И это работа, где это творчество, где на одну работу приходится 5 минут. Как я нарочно вижу, что со всеми комментариями я здесь сейчас с вами нахожусь 7 минут, и я уже приступила к второй работе. Но я параллельно просто буду делать две картины. Принципиально показываю просто сразу две возможности, а там вы разрешайте, как вам нравится. Для этого я использую два стаканчика. В одной стаканчике у меня преимущественно один цвет, там желто-зеленый, в другом чистая вода. И я сразу же приступаю к второму теме. Делала кисточку, немножко смочила, чуть-чуть слегка. Также взяла белый цвет. Белый цвет, перекрыла белым цветом. Почему мы это делаем белым цветом сначала покрываем? Потому что если мы сразу дадим цвет на бумагу, то этот цвет пятнами останется. Вот, а если мы удали уже бумаги немножко покушать, краски, и тем более белый цвет, остальная краска, она благодатно разойдется, ровненько будет хорошо. И опять же будет цвет такой очень приятный. Итак, покрыла белым цветом. Я думаю, сейчас всем все видно. Дальше, что я делаю? Я беру немного голубого. Голубого. И сверху ставлю точки. Детям ничего объяснять не надо. Какой наш там итог? К чему мы стремимся? Не надо ставить им задачу. Не надо. Надо просто говорить поэтапно, что сейчас нужно делать. В конце пускай будет сюрприз. Еще доставляем белые точечки. И теперь мы размазываем всю красочку нашу. Вот так вот буквально чуть больше половины листа мы закрываем вот в такой голубой красивый цвет. От начала до конца. Протягиваем нашу красочку, создавая фон. Ну, чуть больше половины. Не ровно в половину, а чуть больше. Так, готово. Ближе к себе мы берем такой бирюзовый цвет. Да, даже. Ухнем, давайте возьмем синий. Вот. Синий и бирюзовый цвет мы кладем на самый низ. На самый низ. Точно так же растягиваем. Между двумя цветами мы стараемся кисточкой пройтись и отметить ровную линию более темным цветом. Это вот максимально такая какая-то старательная сейчас задача, которую я ставлю на этом мастер-классе. Чтобы краска хорошо расходилась, чтобы она не буксовала, берем водичку и водичкой это все дело покрываем. Вуаля! Все, промыли кисточку. Промыли кисточку. Взяли цвет. Охру. 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 Вот такими движениями слегка. Опа. Чуть-чуть волнистыми в уголок раскидали. Угу. Вот так. Все прекрасно. Вот мы уголочек перекрыли. Я думаю, видно будет. Еще покажу. Так. Все, что остается сделать, мое хорошее. Помыли кисточку. Взяли кисточку. Теперь просто чуть-чуть длиннее, просто круглее. Вот и все. Вот и вся фишка. Берем зеленый цвет. Можно взять палитру. Видите, я до сих пор палитрой не пользовалась. Специально. Потому что, ну, как-то я хочу, чтобы это было меньше заморочек. Мы берем зеленый цвет. Берем охру. И берем, берем чуть-чуть синего. Добавляем все это в одну палитру. Получаем такой темно-зеленый. Теперь смотрите, мое хорошее. Одним движением рисуем вот такую рогаточку. И тут же выкидываем вот такими легкими движениями. Оп, оп. Веточки. Слушайте, для детей, которые сроду не думали садиться за пейзаж. И не понимают, с чего начать. И для них это все крайне как сложно. Архи сложно. Вот это уже готовая работа. Я думаю, вам видно. Все остальное вот здесь, все, что подсохнет. Здесь можно уже подкорректировать, подрисовать. Там детали. Ну, сам факт. 90% работы, а уже 10 потом уже там это детали. Они сделали быстро, легко, за 5 минут. Все. Работа. Мужской пейзаж у нас готова. Для желающих, когда они уже осознают, когда они поймут, про что это была история, можно уже здесь галочку поставить. Птички можно подписать. Можно там кораблик доставить, к примеру. Вот, ну вот, вот. Взяли там беленькую такой штрих. Опа. Кораблик, парус, там пам-пам, все готово. На небе беленькую галочку. Вот у вас чайки полетели. Одна, вторая. Хотите там кокосики дорисуйте. Вот у кого какая фантазия. Есть у детей. Вот здесь все. Поговорите с ними, с детьми. Про что они мечтают, что мне интересно. Что они знают о море, что они знают о пальмах, где растут бананы, как растут кокосы и все остальное прочее. Это всегда будет очень занимательная история. Познавательная. Мы ради этого проводим занятия, чтобы дети были более осведомлены о простых вещах. Все. Моя работа готова. Я ее снимаю. Очень аккуратно. Скотч постепенно. Оп. Сняла. Скатали. Верхнюю часть. Аккуратненько. Не торопясь. Тут главное не торопиться, потому что если поторопитесь, то бумагу стерете много. А так я сегодня показывала, как выглядит эта окантовочка. Мне прокомментирует. Да, слушай, а как будто так задумано. Как будто это такие шероховатости. Это все такое прям. Ну, как сейчас модно. Ну, ладно. Пусть будет так. Все. Эту работу мы снимаем. Детали можете подрисовывать, какие хотите. Берег может быть желтый, песчаный. Там фантазия у кого какая есть. Вот такая работа получилась у нас. Угу. Все. Очень быстро, очень просто. Убираем сушиться. Дети просто обрисовывают, что хотят. У нас все временем почти подсох уже фон. На этом фоне мы дорабатываем очень совершенно. Вот прям максимально просто круглой кисточкой. Мы залазим в малиновую краску. В малиновую краску. Вот прям с баночки. Видите, мы хорошие. Я даже на палитру это не беру, не парюсь. Вот. И тут начинаем. Одним движением. Раз. Два. И посредине. Три. Четыре. С детьми так и разговариваете. Они считать умеют минимально. И не надо говорить там. Сейчас рисуем цветы. Вообще не надо. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Раз. Два. Три. Это максимально все, что нужно им запомнить. И вот здесь еще такой же. Раз. Два. Три. Три мазочка красненьких. Сделали? Молодцы. Умнички. А теперь баночки закрыли. Теперь берем чуть-чуть беленького. Вот. Беленький хорошо, если будет у вас это время на палитре. Чтобы они туда красной краской не лазили. И лучше им выложить немножко на палитру белого цвета. Мы берем белый цвет на палитру. Мы чуть-чуть берем на кисточку, там где у нас красный. И посрединке у нас получается уже не красный, а белый цвет. Один лепесточек слегка белый, розовый. Он придаст объем такой нашему бутону. Все. 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 Точно все. Закончили. Молодцы. Это мы закончили с нашим цветочком. С нашим цветочком. С бутончиками. Помыли кисточку. Взяли быстренько. Понимаете? Главное не давать детям сильно много думать об этом грузиться. А тогда, когда нету вот этих вот тормозов в голове, тогда все идет, все процессы идут легко, быстро, играючи. Вот. Шутки-прибаутки. И процесс пошел. Берем желтый цвет, берем зеленый цвет. Перемешали. Если сильно густая гуашь. Все это взяли еще, подмешали. Водичкой разбавили. Можно добавить бирюзовый цвет. Все. Чуть-чуть потемнее, чтобы отличался от фона. Берем тоненькую кисточку и понеслась. Вниз от цветочка. Раз. Палочка. Два. Палочка. Три. Палочка. Ага. Молодцы. Все. Чуть-чуть у цветочка побольше подрисовали стаканчик, в котором цветочек сидит. Угу. Убрали кисточку. Взяли кисточку чуть побольше. Чуть побольше, пошире. И дорисовали листочки. Ну, вы все догадались, что это тюльпаны. Вот все это с детками так проговорили. Вот. Дорисовывайте. Мои хорошие листики. Вот здесь. Вот. Еще берем цвет немножко. Краски не экономим. Вот. Дорисовываем нашим тюльпашкам чудо-листики. Листики куда-то уходят вниз. Где-то откуда-то этот букетик растет. Это сейчас тут не важно. Мы, главное, закончили работу, мои хорошие. Все. Больше мы тут не циклимся, ничего не делаем. Для детей это будет просто, понятно, быстро. Снимаем наш скотч. Еще один крайний кусочек. Прямс. Все. Работа готова. Милота? Милота. Тюльпаны могут быть розовые, могут быть желтые, могут быть еще какие-либо. Не суть. Важно. Фон может быть другой. Он может быть не зеленым. Он может быть желтым. Он может быть розовым. Это вот как может быть фиолетовым. Давайте детям возможность всегда для собственного выбора. Это и есть очень важная история в арт-терапии. А второе. Не ставьте им ограничения и убирайте их. Будет все хорошо. И в их голове, и в вашем тоже. Мы сегодня сделали две работы. Это морской пейзаж, то, что будет актуально все лето, весь сезон. И цветы, и пашечки. Приятного творчества, мои хорошие. Всех люблю. И творите вместе с детьми с удовольствием.